Всем привет! Сегодня я расскажу, как мы можем сделать сливочный сыр дома. Для приготовления этого сыра я использовала фермерское молоко. Вы можете приготовить либо из фермерского молока, либо из магазинного, только не пастеризованного. При использовании домашнего молока вы получите немного больше сыра на 1 литр. Если вы используете домашнее молоко, то можно прокипятить его некоторое время. И после того, как молоко дойдет до кипения, добавляем в него лимонный сок. Предварительно лимон вот так вот с рукой прокатаю несколько раз по столу, чтобы он стал мягким и сок из него будет выжиматься намного легче. Не снимая пены, добавляю 4 столовые ложки лимонного сока на 1 литр молока. После добавления сока молоко начинает сворачиваться и отделяется сыворотка. Когда молоко хорошо свернется, можно выключать огонь. Сыворотку можно использовать для приготовления супов. Сейчас жарко и можно делать окрошку. Можно замесить тесто на основе сыворотки, а также, чтобы мясо было мягким, его маринуют в сыворотке. Потом берем трушлаг и переливаем в него сыворотку вместе с сыром. Теперь этот сыр отправляем в блендер, немного соли и наливаем немного сыворотки, чтобы смягчить консистенцию. И взбиваем до однородной массы. Вместо сыворотки вы можете добавить молоко, жирные сливки или даже оливковое масло. Хочу показать вам его текстуру. Сливочный крем-сыр готов. Намазываю его на хлеб и показываю текстуру. Очень рекомендую приготовить. Хранить такой сыр необходимо в холодильнике и употребить его в течение трех дней. Друзья, если вам понравился рецепт, то ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч!